эмалька 12 лет она простояла но и сквозные отверстия она полностью разрушается ее уже использовать нельзя это очень опасно для жизни вот здесь вот в этом месте самое большое количество конденсат слоями это все с трубы вот с этой трубы как вам нравится могу здесь показать сквознячки всем привет с вами дмитрий михайлов и на моем канале коммен бай я на чередом объекте конечно хочу вас поздравить с топительным сезоном и когда начали включать котлы появились проблемы проблемы они всегда были просто их оттянули здесь на этом объекте тоже не один год не два не три не пять лет а проблема именно с дымоходом с работой газового оборудования сейчас здесь котел установлен это навесной газовый котел классический атмосферник висман витапен 100 очень популярные модели свое время были здесь следующая ситуация 130 диаметр труба и заходит кирпичную шахту ходит в кирпичную шахту и на этом заканчивается внутри кирпичной шахты в свое время когда это все делалось вы должны понимать что не было никаких строительных материалов и люди выходили из ситуации то что было а на тот момент там лет 10 назад 15 лет назад к сожалению сейчас еще стоят асбестовые трубы самой асбестовой трубе скажу так вот жив руку на сердце ничего плохого нету а в асбестовой трубе это если вы используя для газового котла на твердое топливо они запрещены и что происходит в асбестовой трубе я вам оставлю внизу ссылку подключение дымохода но это касается если у вас только один участок трубы асбестова он идет в районе четырех метров здесь идет стык здесь идет два почти либо один обрезанный участок нам районе 8 метров и вот в этом стыке идет смещение я вам покажу фотографии я сейчас сниму когда я первый раз приезжал сюда на замеры идет смещение и в результате чего здесь невозможно вставить классическую 130 трубу я буду выходить из ситуации я вам покажу нюансы по тройнику который я буду устанавливать и как буду устанавливать как вернее делать буду подключение как внутри буду делать я вам не буду показывать потому что я во первых сам не знаю влажу просто в черную черный мешок но еще по второй причине что на этот объект выезжал несколько бригад они отказывались просто от работы потому что есть нюанс они есть их но моя задача будет следующим сделать дымоход таким образом подводящий участок чтобы было минимальное сопротивление если вы возьмете этот участок то здесь идет подъем полметра потом идет угол 90 градусов вот этот и потом в резко 90 градусов еще и потом еще 90 градусов и уходит вверх вот от этой системы я постараюсь отказаться я подготовился надеюсь что я справлюсь с этой задачей потому что будут вопросы я знаю что будут это переделки переделки не дай бог они очень неудобные и еще раз повторяю что есть строитель который просто от переделок отказываюсь но это не моих манерах поэтому я как правило решает все вопросы вопрос просто здесь на новом диапазоне вот и все поэтому это нестандартный дымоход а переделки как правило не стоит дороже но к сожалению это тогда для вас как потребители это так здесь хочу отметить вот смотрите на некоторые моменты эмалированная труба свое время они продавались эмалька 12 лет она простояла но и сквозные отверстия сквозные отверстия по ней везде по всей поверхности она полностью разрушается и и уже использовать нельзя это очень опасно для жизни потому что выход газов возможен и смотрите еще какие детали но вот сквозняки вот сквозняк давайте вам камеру переведу покажу проведу немножко давайте самого низу вот это подключение запрещено устанавливать это не газоплодные системы и так делать нельзя почему делать и до сих пор делают подключают потому что продавцы не знать какие переходники и сюда надо продавать поэтому я так не собираю вам не советую я один раз переделал так дымоход по неопытности поэтому здесь надо собирать наружу это не газа плотные системы вот у нас первый сквозняк эти сквозняки они здесь по всей трубе то есть она полностью разрушается еще хочу брать внимание здесь вот конденсат потекает то есть труба остывает поэтому я здесь буду использовать герметик красного цвета я об этом вот видео недавно сделал оставлю вам ссылку для того чтобы перешли посмотрели видите вот потеки идут и вот они сюда стекает это тот момент когда необходим герметик красного цвета и здесь тоже самое вот здесь вот вообще на сварочке дырка сквозная по всей длине здесь уже скотчем потому что здесь уже полностью сквозные отверстия и вот это уже все трубы уже нету где самое больное место где самое большое количество конденсат вот здесь вот в этом месте самое большое количество конденсата видите какие покоробила уже и вот со стороны улицы вот так выглядит наш дом а так выглядит наш дымоход это кирпичный дымоход из стандартного силикатного кирпича внутри асбестовая труба здесь самая главная ошибка то что здесь под общим грибком и когда здесь дует ветер задувание происходит и котел просто отключается это проблема поэтому все дымоходы должны выходить за общий грибок а здесь вентиляция да грибок старый да у меня будут проблемы да я знаю что с ними столкнусь но это моя работа так друзья сейчас я вам покажу элементы которые буду использовать во первых это будет айси 304 везде толщина металла здесь на этом объекте будет использована 0 6 миллиметров 304 этот минимум который должен быть и что особенность которую я вам хочу показать это вот такой тройник тройник эксклюзивные я думал что я их придумал свое время ну нет когда я был на заводе компании еремец то немецкие дымоходы они делают тоже таким же образом то есть что они делают ну и то что я делаю вот такая юбка она очень важно и здесь вот система конденсата если который образовывается он не будет затекать вам вот в эту часть и будет стекать вниз но у компании который я сравниваю вам с еремес они делают все эти части подводящие по конденсату они делают потому что они газоплотные системы а в нашем варианте эта система не газоплотная и поэтому здесь вы не можете собрать ее по конденсату на свой страх и риск вы можете это сделать но я вам не советую если проверяющие органы придут они вам забракуют поэтому на что здесь надо обратить внимание на то что проваренная юбка и да то что меня в комментариях кто такие делает в россии компания риме сделает и еще один момент на что я хочу обратить внимание эти вещи не дешевые почему потому что они делаются толщиной металла 08 либо 1 миллиметр и моем исполнении это один миллиметр он здесь везде проваривается со всех стыков все это эксклюзив под 45 градусов для чего это делать для того чтобы уменьшить сопротивление газов от подводящего дымохода до основного если разобрал дымоход смотрите сколько мусора вот этот из-за разрушения металла ращина разрушение идет видите как слоями это все с трубы вот с этой трубы как вам нравится могу здесь показать сквознячки вот они видите вот родники все сквозные отверстия полностью ужас если как нарастает и все на соединение все на стыках самые слабые места в дымоходах это вот эти соединения нескольких сегментов сделали мы дымоход сейчас я вам расскажу о проблемах которые мы столкнулись это конечно асбестовая труба можно ли подключать асбестовую трубу и в системах дымоходах ее использовать и как ее подключать можно но можно и как правило ты без проблем когда у вас один участок трубы это как правило 4 метра и здесь когда я выезжал 1 осмотр я думал что здесь 2 4 метровые трубы и увидел один стык видимо кто приезжал до этого две бригады монтажников они тоже увидели видимо узнает сталкивались с этой проблемой что монтаж дымохода с асбестовыми трубами он довольно тяжелый и отказались не в моих это правил отказывается от объекта потому что на таких объектах ты учишься к сожалению на это объект и он здесь третий день как правило такие вопросы закрывают за один день одна из причин это было конечно учение с асбестовой трубой здесь оказалось 300 но слава богу один стык в районе двух тройников оказался и два стыка выше трубы идут по несколько участков поэтому мне пришлось там извращаться это очень-очень много вопросов поэтому эти детали я показывать вам не буду потому что они вам не нужны но для монтажников конечно не буду лишь по одной причине того чтобы у меня работу не забирали и кто смотрит этот видео кто увидел этот объект возможно вы смотрите и скажу проблема все решаются вопрос желание и конечно здесь самый простой вариант был вот если бы не было возможности и самый дорогой это можно было бы на этом объекте поставить приставной дымоход можно было поставить вдоль стеночки его и вывести вдоль трубы но этот вариант к самый крайний и если есть возможность я использую шахту я практически всегда использую шахту если есть возможность как бы мне тяжело бы этого не было поэтому дымоходы асбестовой если у вас есть несколько стыков обязательно везут гильзуйте обязательно гильзуйте если вы монтажник чтобы у вас не было в дальнейшем проблем проблемы у вас могут быть это вы смонтировали у вас идет несколько стыковых труб и пойдет конденсат вы можете идеально сделать этот участок но не за гильзовой дымоход со стыком, именно азбестовый дымоход, у вас будет потом проблема, потому что у заказчика потечет потом по стенке конденсат вниз. И на этом объекте, вот я вам сейчас покажу внизу, вот видите потеки, вот это вот потеки, вот это все потеки, которых не должно быть. Они появлялись в результате того, что по азбесту, по внутренней трубе, по наружу везде тек конденсат. В результате чего появлялся он снаружи. И чтобы этого не было, надо обязательно забилизоваться. На что надо обращать внимание при подключении подводящего участка дымохода к основному? На первое, это что система здесь должна собираться по дыму. Да, если у вас идет раструбная система по классу N1, я оставлю вам ссылку, где я немножко касаюсь этой проблемы, применения герметика, именно по системам дымоходов, когда они должны применяться. Здесь герметик, вот как раз тот участок трубы, это тот объект, на котором герметик я использовал, вот здесь герметики использовал, вот здесь герметики использовал, вот на этом стыке использовал, а на этом герметике я не использовал. Не использовал лишь по одной причине, котлу все-таки 12 лет, и возможно он когда-нибудь поменяется. Он поменяется, они рано или поздно выходят из строя. Вот в старом дымоходе вы видели, где самый проблемный участок, это именно горизонтальный, именно там собирается конденсатор. Вот здесь сейчас температура там в районе, наверное, на 80 градусов, довольно горячо. Дымоход работает четко, ровно, вообще никаких проблем, он запустился идеально просто. На атмосферных котлах обращайте внимание, чтобы здесь был обязательно разгонный участок горизонтальный. Обязательно, на это надо делать. Не ставьте ни в коем случае сразу угол 90. Будут проблемы. Сразу бьет. Удар газа выходит и тормозит котел, срабатывают датчики, и он очень часто будет отключаться у вас. Поэтому ни в коем случае. Обязательно разгонный участок. И у меня сейчас здесь разгонка где-то 20 сантиметров. После чего, обратите внимание, что у меня стоит 67 градусов. И на этом объекте я изначально вообще хотел сделать так, как было. С единственным изменением, это с плавным переходом в шахту. Сейчас покажу, про что я вам говорю. Вот, дымоход вышел. Здесь пошел угол 90, а вот здесь уже под 45 врезка была. Вот под 45. Вот сюда она врезалась, чтобы газы перешли очень плавно. Но не делайте эту систему дымоудаления, если у вас здесь не стоит противоконденсатной юбки. Не будет противоконденсатной юбки, у вас конденсат потечет вот сюда. Он потечет. Если вы здесь соберете по дыму, он потечет через эти щели. А если вы его соберете по конденсату, то потечет все вовнутрь котла. Да, конденсата большое-большое количество, очень большое. Поэтому не вздумайте даже этого делать. Довольно больное место. Я сейчас решаю этот вопрос, как можно сделать, чтобы собрать по конденсату. Но снова же, если это будет собираться все по конденсату, это будет с газоплотными резинками. На 130-м диаметре тоже есть газоплотные резинки. Но здесь вопрос в следующем. Не в герметизации, когда по конденсату собираешь, а вопрос в том, куда его отправить. Если я с 80-м диаметром решил, есть противоконденсатные вставки 80-го диаметра, которые дальше в канализацию уводятся конденсат, то со 130-м, со 150-м диаметром я эту проблему пока не решил. Но я думаю и постоянно в раздумьях. Я знаю, как это должно выглядеть, но у меня нет мощностей, у меня нет производителей, тот, который мою идею бы мог воплотить в жизнь. И может быть у кого-то есть это и готовое изделие, но я не видел у производителя, ни у котлов, ни у производителей дымоходов, кто производит дымоходов. Потому что конденсат весь заливает вот сюда. Это большая проблема. Здесь тоже какое-то количество конденсата будет, он тоже стечет, но он стечет не вовнутрь котла, а он стечет вот на эту стенку. Вот здесь собирается под дымо, если нет газоплодной бензинки. И если под дымо собирается, то тот участок обязательно должен быть на тройнике с противоконденсатной вставкой. Если его нет, значит так не думайте собирать. Надо собирать так, как я планировал первый раз. Что я хотел первый раз делать? Сейчас здесь 67 градусов, да? Идеально было бы 45 градусов, но я сразу его отмел, потому что здесь высоты не хватает под 45 градусов. Поэтому сделал 67 градусов. Но это заказная позиция. А изначально я думал делать 90 градусов, ну точнее 87. Но что я столкнулся с 87 градусниками? Я не усмотрел при осмотре этого объекта. Оказывается он сталкивался именно с... То есть дымоход соприкасался с трубой. И вот здесь след остался, я вам сейчас на фотографии это покажу, где было прислонение дымохода к газовой трубе. Это, конечно, запрещено. И я не стал рисковать, потому что я не хочу потом переделать свою работу. И я отошел. И отошел углом под 67 градусов. Сейчас здесь расстояние 5 сантиметров до газовой трубы. При этом газовщики не один раз приходили, подписывали акты. Что дымоход? Класс. Все в порядке. Помимо котельной вопросов нет. Это, конечно, очень печально. Это очень-очень печально, что на эти моменты закрывают глаза. После того, как дымоход зашел под 45 градусов, в тройник зашел, внизу стоит ревизия. Смотрите, как красиво сделано. Если честно, у меня не было ревизии, вернее, не было заглушки под ревизией. Но она получилась просто красиво. Это такая заглушка, она гаражная, но она здесь подошла, как просто закрыла все отверстия монтажные. Плюс она еще прилегает вот этот экран. Обратите внимание, что я сделал. Заказал на производстве два экрана. Вот этот экран вырезался под 45 градусов. Я эти экраны просто взял, аккуратненько зарезал, наложил один на один. И в итоге получилась такая красота. Все. Такой отделки больше не надо. Единственное, что дальше внизу, конечно, сборник конденсата стоит. Заказчикам, я бы сказал, обязательно увидите в канализацию. И вот я сейчас стою. Сейчас вот отсюда начала работать приточка. Здесь ветер очень сильный. С вентиляцией снова на вытяжку начала работать. То есть до этого, до того момента, когда не была выведена труба, когда она была под общим гребком, как вот на этой фотографии, и появлялись зимой сталактиты, было обмерзание, котел постоянно отключался. Поэтому обязательно надо делать вот так. Да, как именно сейчас я делаю. Обязательно за общий гребок. Это необходимо. Это для вашей же безопасности, для вашей же жизни. Это надо. Обязательно вводите за общий гребок. И здесь я выбил утепленную вставку. Я тоже не стал рисковать. Надеюсь, вы будете знать, что делать, когда у вас такие проблемы. Когда у вас азбестовая труба, несколько стыков, обязательно загильзовать надо. Обязательно. Обязательно выводить его за общий гребок. Не оставлять его под гребком, под общим с вентиляцией. Это необходимо обязательно. Обязательно ревизия должна быть. Обязательно должен быть сборник конденсата, который выводит весь конденсат в канализацию, чтобы была система автономная. Автономная. Если вы в такую ситуацию попали, что у вас проблемы с тягой, делайте так, чтобы у вас было меньше острых углов. Потому что, используя каждый угол, у вас увеличивается сопротивление. Идеально, конечно, здесь было бы под 45 градусов сделать. Не была возможность. Поэтому мы сделали под 67 градусов. Мы ушли от газовой трубы. Отходить от газовой трубы. И я надеюсь, что пожарным инспекциям обратно вернут функции проверки вентиляции и дымоходов в частном дымостроении. Сейчас, в 2019 году, к сожалению, с них сняли эти обязанности. И вся ответственность лежит сейчас на хозяине дома. С вами был Дмитрий Михайлов. Коммен Бай. Всем хорошего настроения. Подписывайтесь на мой канал. Заходите в Инстаграм. Потому что я там буду высылать красивые фотографии по этому объекту. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok